В Санкт-Петербурге врачи, результатами успешно проведенной уникальной операции, фактически доказали, что невозможное уже возможно. Впервые в мире онкобольному удалили пораженные метастазами шейные позвонки. Полностью, со второго по шестой. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и идет на поправку. С ним встретился и поговорил наш корреспондент Дмитрий Витов. Хожу, гляжу, здороваюсь со всеми, узнаю всех, сижу сам за рулем своего автомобиля. В свои 62 года Михаил Александрович говорит, что родился заново. Пока на его шее поддерживающий воротник, но к лету он его снимет и уедет на дачу, копать огород. А сейчас регулярно заходит сюда, в НИИ онкологии имени Петрова. Общается с больными, поддерживает, дает советы и не устает благодарить врачей. Ведь еще месяц назад он сам лежал в этих палатах, не строя никаких планов на будущее. Поставили диагноз, что остеохондроз. И лечили остеохондроз. Лечили, лечили мы, лечили, лечили. У меня были страшнейшие боли. И когда сделали снимок, рентген обнаружили, что у меня там просто-напросто четвертого позвонка уже нет. Он просто отсутствует. Шесть лет назад в другой больнице другие врачи удалили ему опухоль почки, но не заметили, что метастазы перешли в шею. Лечили остеохондроз, а шейные позвонки тем временем разрушались. У здорового человека их семь, у Михаила Александровича в результате осталось два. Еще несколько месяцев назад его считали обреченным. Но петербургские хирурги Пташников и Левченко решились на операцию. Первую в мире. В четыре руки. Вначале пациенту удалили все пораженные позвонки. Со второго по шестой включительно, не задевая спинной мозг. Он остался открытым. Одновременно в шее Михаила Александровича вырезали раковые образования на мышцах, сосудах, нервах. Затем череп и здоровую часть позвоночника соединили специальными скобами, а внутри установили сетчатую титановую трубку, заполненную костным цементом. Эта двойная конструкция держит голову пациента на плечах, а еще защищает и сохраняет в нужном натяжении спинной мозг, который расположен теперь как раз между скобами и трубкой. Позвоночник на протяжении, сколько там получается, 12 сантиметров отсутствует. Полностью отсутствует позвоночный столб. Но при этом сохранен позвоночный мозг. Мозг сохранен и сосуды, которые питают головной мозг. Питают головной мозг и нервы, которые идут на руки, на ноги, сохранены. Это все тяжело представить, потому что все задают вопрос, а куда же вы дели нервы и сосуды? Наши коллеги просто делали все в том, что выбора нет. Да, вот есть такие клинические ситуации, когда у нас нет возможности сделать план А, план Б, план С. То есть, ну вот не пошло так, но давайте сделаем вот так. Они объясняют их секрет в профессиональном содружестве и в поиске новых возможностей на стыке медицинских дисциплин. Это уникальный тандем. Хирург-ортопед и хирург-онколог. Дмитрий Пташников работает в Институте травматологии имени Вредена, Евгений Левченко в Онкоинституте имени Петрова. Каждому надо было освоить практически новую профессию. Ортопеду научиться удалять опухоли, онкологу знать искусство протезирования. А еще собрать хирургическую бригаду, в которой все понимают друг друга без слов. А как давно вы вдвоем? С 2009 года. Первый пациент в 2009 году был. С 2009 года создавалась система. Система взаимодействия. Вот это тонкое взаимодействие между ортопедами, вертопрологами, но в моем лице, да, и хирургами-онкологами в лице Евгения Владимировича, когда вот именно вот этот вот альянс позволяет решать конкретную проблему. Теперь их наперебой зовут то журналисты, то коллеги из-за рубежа, симпозиумы, научные статьи. А они уже готовятся к новой, еще более сложной операции. Михаил Александрович идет на поправку и убеждает других пациентов верить. Верить врачам, которые умеют творить настоящие чудеса. Дмитрий Витов, Денис Торопчинов, Ксения Угарова и Юлия Ходорова. Первый канал. Санкт-Петербург.